Братья и сестры, благодарю, что вы молились. Я ездил в Россию, готовился туда уже два года, но все эти такие трудности в мире не позволяли, но поехал. Благодарю за молитвы ваши. И туда прилетел в Москву, оттуда уехал в Белгород, там 700 километров где-то. Мы там с пастором посетили двух вдов. Одну Аня там, вы увидите, муж у нее умер от коронавируса, и другую Ольгу. Не всех здесь показываю, потому что времени не будет доставать из всех, которых записывали. Потом в Курск поехали тоже там со служителем и с моими вдовами, которых я знаю по 20 лет уже. Детей они маленьких вырастили, уже женились даже, и мы посетили еще одну вдову там. И потом мы провели в Москве, и там приехали со Смоленска, с Орла, потому что этим далеко было ехать, мы решили поехать туда. И там провели в Москве, и там интересно, мы стоим с пастором, после уже, когда закончилось, подошла одна вдова и говорит, вы знаете, братья, я сегодня с детьми пришла двумя, первый раз ела сыру, сколько я хотела за год. Вот. И вы знаете, мы потом вот так думаем, иногда мы дома кушаем, и, ну, как бы не обращаем внимания, что люди нуждаются в этом. Хотя у меня есть другие тоже случаи, когда по несколько детей оставались там и так далее голодными. Ну, бывает такое. И хотел бы вам показать, такой небольшой, как обычно я делаю. Пожалуйста, братья, могли бы включить в этом? Пожалуйста, братья, могли бы включить в этом. Братья и сестры, вот к нам приехали в гости Алексей Иванович и Борис Пантелеевич. Посетить нашу семью. Я вдова, у нас умер папа. Ему был 31 год. А когда он умер? Умер 31 октября 2020 года. Заболел. Ну, прошло две недели, положили в больницу и сильно было поражение легких от ковида. У нас было трое деток на тот момент. Я была беременна четвертым. Вот, пять месяцев беременности было у меня. Сейчас старший в школе у нас находится, а трое деток дома со мной. С Алексеем Ивановичем мы познакомились, вот, по телефону в декабре месяце. И стали поддерживать связь, общаться, интересуются всегда моей жизнью, заботятся и переживают тоже за нашу семью. И очень большая благодарность за это. Господу и всем вам. Сестра, пожалуйста, расскажите, как вас зовут? Меня зовут Юля. Живу в Курске. Муж умер от сердечного приступа почти три года назад. Остались мы вот с сыном. Зовут его Филипп. Ему сейчас семь лет. А было тогда, получается, четыре годика? Четыре годика, почти четыре годика. Совсем маленький был папа. Как бы спрашивают, помнят его. С Алексеем Ивановичем познакомилась по телефону. Он звонил с Америки. Общались мы с ним, разговаривали, беседовали, как что у нас в Курске. Как живем с Филиппом. Он оказывал материальную помощь, за которую я очень благодарю. Потому что бывают такие моменты, что нету средств. Сегодня неожиданно у нас радость. Приехал к нам Алексей Иванович. С сестрами, вдовами, с Аллой сестрой и с Ларисой. Да, я знаком уже с ними вот. Уже по 23 года уже они. Им уже за 65, наверное, кому сколько, да? 68 даже, да. Оказал нам материальную помощь, за которую мы очень благодарны. Вы не огорчены на Господа? Вот Бог забрал мужа вашего. Как вот огорчение в сердце у вас есть? Нет, нету, но не хватает. Не хватает мужской поддержки. Потому что привыкла, что муж все делал, помогал. А сейчас без него очень трудно. Меня зовут Неля. Я являюсь членом города Подольска. Церкви Возрождения. В декабре 2019 года у меня умер муж. Сказали сердечную недостаточность, то есть сердце. Я осталась с тремя детьми. Двое дочерей и сын. И сегодня я имела возможность побыть в церкви. Меня пригласили на конференцию или собрание, не знаю как правильно, вдов, где я была первый раз. Я очень рада, что я сюда попала. Мне очень понравилось. Душевные, теплые люди, которые знают Бога, которые говорят правильные вещи, которые порой для меня новые, потому что я не знаю, как правильно поступать, находясь в таком положении, слава Богу, за детей Божьих, которые заботятся о нас, которые помогают нам материально, которые воспитывают нас духовно, рассказывают, как правильно дальше жить, простите за мои эмоции. Вот, слава Богу, что Бог располагает в сердца людей, заботится о нас в такой непростой период для нас. И слава Богу, что мы имеем возможность здоровья, быть на таких местах. Для меня это очень важно и ценно. Слава Богу за всех вас. Сколько у тебя маленьким вот этим деткам? Старшей дочери у меня 20 лет, а младшему 10 лет. А третьей? Средней дочери 17 лет. А, 10 и 17, да. Да, вот, да. Хорошо, мы благодарим вас. Середично благодарю Алексея Ивановича, который передал материальную помощь от вас. Она, как всегда, неожиданна, на которую я не рассчитывала, но Бог через людей благословляет нас, спасибо всем огромное. Благословение вам и вашим семьям. Пусть Бог воздаст вам вас сто крат за все то доброе дело, которое вы делаете для нас. Слава Богу. Меня зовут Лена. Я приехала на конференцию по вдувам. Пригласил меня Алексея Ивановича. Откуда вы приехали? Приехала с Орла. Долго ехали? Нет. Часа 4-5? Да, часа 4, в машине. Братья привезли. Хотим. Вот. Муж у меня умер 4 месяца назад, кровоизлияние мозг у него было. Это вот когда 4 месяца? Когда это? Май месяц, 13 мая. А, 13 мая. 21-го года, да. Вот. Осталось у меня 7 детей, двое совершеннолетних, 5 девочек несовершеннолетних, маленькой. А маленькая, как тебя зовут? Полина. Ты самая маленькая, да? Да. Сколько тебе лет? 5. А тебя? Насте 7 лет. Ага. Хорошо. Вот. Это самая маленькая. Ну, на конференции мне очень понравилось. И, ну, я вообще люблю общение. Очень люблю общение. Я люблю общаться с братьями, с сестрами. И мне очень понравилось выступление Мары Герасимов. Очень мне вдохновило, как бы даже утешило ее слова. Вот. И я так благодарю Бога за то, что вот она все-таки нашла слова утешения для нас. Ну, она прошла этот путь. Да, да. И поэтому ей как-то Анна, вот, ей тоже 84-85 будет, вот, служила Богу постом. Так и Анна в молодости осталась одна, как и Анна рассказывала. Ну, да. Мне очень понравилось, да. И она как бы подкрепила, вдохновила вот это вот. Ну, вот. Ну, и благодарю я Бога за то, что вот Бог посылает. И материальные нужды мои восполняет. И вот за ваше вот это участие, материальные нужды наши. За эту благодарность и братьям и сестрам, и Богу. Хорошо, Лена. Ну, благодарим вас. Может быть, вы что не хотите сказать? Что вам, может, понравилось на конференции, что нет? Еда. Еда понравилась, да? Хорошо. Меня зовут Татьяна. Хожу в русскую библейскую церковь. Вдова уже четыре с половиной года. Двое деток у меня. Сын Валерия и дочка Александра, 16. Вот сейчас сына, 14 лет, дочке. Благодарна за конференцию, потому что чувствуется, что не одни такие, что есть поддержка, что есть сестры, которые это пережили, которые могут поделиться своим опытом. Благодарна за финансовую помощь. И в моей церкви сейчас тоже, потому что нужды всегда есть. А муж у вас от чего умер? От рака умер. Рак был, да? Сколько лет ему было? 41. 41 год? Да, то есть планы были большие, только-только начинали жить. Дети 11 лет уже большие, в школу ходили. А сколько лет назад это было? 4 года. Материальную помощь, благодарение, что все мы получили. Думаю, потратим на детей их. Добрый день. Меня зовут Алла. Мы с сыном приехали из города Орел. Я вдова. Муж мой разбился на машине 4 года назад. Поспитываю сына одна. Сколько лет вашему сыну? 15 лет. На конференции понравилось все. Все душевно отдохнуло. Все сделано с душой. Все слава Богу. Слава Богу, что есть такие люди, которые заботятся о нас, которые помнят. Я благодарю также за материальную поддержку. И дай Бог здоровья всем, кто это организовал. Слава Богу. Меня зовут Надежда. Я вдовела 2,5 года назад. Муж умер. Ему было 39 лет. У нас трое детей. Младшему сыну было 2,5 года. 5 лет. И 11 лет старшей дочери. Откуда вы приехали? Я приехала из Смоленска. Спасибо большое за эту конференцию. Здесь Бог ответил на некоторые важные для меня вопросы, которые все время крутились в голове. Потом спасибо за материальную поддержку. Поддержала очень сильно своим наставлением Тамара Герасимовна. Она рассказала, как Бог ее укрепил, как Бог ее наставлял. Благодарность Алексею Ивановичу за то, что он так радушно принял нас всех. Внимания столько уделил. Спасибо за то, что у нас теперь есть возможность купить кровать детям. Потому что спали и спели на матрасах пока. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо.